Советник нашей партии Галина Чайковская госпитализирована в прединфарктном состоянии. Об этом на заседании муниципального совета заявила Елена Грицко. По её словам, в течение двух дней на Галину Чайковскую оказывали давление, заставляя написать заявление о вступлении во фракцию за развитие, в которую вошли ставшие демократами бывшие коммунисты, а также примкнувшие к ним перебежчики из нашей партии. Представители новой фракции уже неделю срывают заседание совета и продолжают его бойкотировать, пытаясь набрать большинство угрозами и шантажом. Вера вчера попала в реанимацию. У неё было перебиратное состояние. Объяснить почему? А я могу объяснить. И даже хочу, чтобы весь город знал. Наша коллега Галина Чайковская двое суток не спала, потому что на её рабочем месте начали прессовать Руссу Валерий Иванович, начальник охраны, Инка Влада. Он начал её прессовать. Он посадил её утом в машину, он отвёз в кишинок, и в кишинок и она продолжилась, что она должна перейти во фракцию за развитие вельц. И вчера в час дня она должна была подойти к господину Папонскому, в приказном тоне это было, потому что я присутствовала. Я слышала по телефону их общение уже вчера. Она должна была в час подойти к господину Папонскому и написать заявление о входе в вашу фракцию. Елена Грецко подчеркнула, что её бывшие коллеги, которые переметнулись во фракцию за развитие, не стесняются шантажировать своих бывших однопартийцев. Более того, она не подошла к господину Папонскому в час, потому что у женщины уже было плохое состояние, и мы не знали, как её успокоить. И вдоконочку господин Пасар Дмитрий, предатель которой с нашей фракцией, добил её. Он себе позволил позвонить ей и в приказном тоне сказать, чтобы она спустилась вниз на заседании фракции, я не знаю, кто меня сейчас, выключил микрофон. И от этого стресса, конечно, женщине, ей сдался год на пенсии, у неё проблемы с сердцем. Это нормально, что какие методы применяется? Минувшей ночью, по словам Грецко, неизвестный звонил в больницу и интересовался состоянием Галины Чайковской, представляясь её родственником. Складывается ощущение, говорит Грецко, что советника хотят довести до смерти. Если вы пока ничего не умрёт, вы не добьётесь своего или что? Если вы прощаете сейчас... Кто звонил в больницу? Нет, не к вам. Вот, к сожалению, я не понимаю, какой-то баскет. Лично не к вам. Кто звонил в больницу? Я это говорю, потому что снимают камеры и смотрят вот эти предатели, они смотрят ещё сейчас. Кто вчера ночью звонил в больницу и спрашивал, а где находится госпожа Чайковская, в какой она палате, как она себя чувствует? Обманывали, представлялись какими-то родственниками? Вы чего добиваетесь? Я не могу понять. Вы хотите, чтобы кто-то умер или что-то? Да, будет всё хорошо у вас? Успокойтесь, люди добрые, что вы творите? У госпожи Нина рожат, 220, у неё чуть не случилось вчера, не случился. Что вы делаете? Галина Чайковская стала муниципальным советником 8 февраля 2018 года, после того, как мандаты сложили Татьяна Веселовская и Владимир Гула, представители нашей партии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин